Я объяснюсь, ты либо огурец, либо помидор. Именно поэтому на этом негласном, знаете ли, социальном договоре мы с вами в конце концов и собираемся вот здесь три раза в неделю. Вы, в принципе, соглашаетесь просто смотреть на то, что я делаю, и получать от этого удовольствие, а я, в принципе, соглашаюсь делать то, что хочу. Затушится, значит, шар. Хатристая весна рисует мне полет. Я разрезаю головой больничный потолок. Стынул тебя в ремни, и с каждым, кто знаком, я разговариваю следствие под языком. Ах! Расскажу вам, вот как раз у нас последний был вот этот донат. «Млечного дуба» по поводу, ну, связанного с этой песней, корейдоскоп. Я собрал для того, чтобы вот в этом припеве где-то «Хей, смотри, по-кривому, ау, зеркало, ты!» Я собрал тогда всех учеников. Я преподавал вокал тогда. Я собрал, и это была еще не студия, я снимал просто квартиру, причем хрущевку такую, на станции метро в Москве, Рязанский проспект. И я собрал всех учеников и заставил их в хрущевке там спеть. Ну, я там записывал эту песню. Так что там звучат в этот момент все мои ученики. Поэтому такая вот, ну, такая вот, такая вот история. Такой вот рандомный факт про эту песню. Еще, так, ладно, давайте немножко, надо отвлечься сейчас на кое-что мерзкое. Готовы? Вы что-то уже начали сами сходить потихонечку с ума, так что я просто-просто поддерживаю тренд. Есть особый тип людей, я к нему не принадлежу, но есть особый тип людей, у которого стабильно, у которых стабильно возникает рвотный рефлекс, когда он слышит звук... У кого-нибудь из вас сейчас он возник? Да уж. Вот так и умирают стримеры. Жалко, конечно, этого добряка. Классно. Хотя у нас все еще ебанутейшая соседка в квартире снизу, которая... Это отдельная история, как-нибудь я расскажу про это, но это просто какой-то трэш. Она вызвала полицию недавно. Потому что она постучала... Ну, ей снова пролетела птица за окном, ей показалось, что это я, и она постучала. А я ей постучал в ответ. Она вызвала полицию, приходит такой чувак, типа участковый. Абсолютно адекватный пацан, который говорит, а что у вас с ней? Я говорю, ну она как бы стучит просто по стояку, и уже коллективная жалоба от всех соседей ей была написана. И это правда. Мы действительно коллектив... Коллективное предупреждение ей висело от соседей вот нашего, типа, нашего блока, висело внизу. Она говорит, короче, я... Он говорит, короче, я ей скажу, что я с вами поговорил. Я вижу, что вы, типа, адекватные ребята, но, пожалуйста, просто не лезьте, не лезьте к ней на рожон, потому что она всех уже заебала. И ушел. Так я познакомился со своим участком, который оказался, ну, вполне себе адекватным, ровным, абсолютным пацаном. Вот. И чаиха теперь прикус... С прикусным языком, если мы встречаемся, не здоровается ничего. Ну, такая, короче... История, история, честно говоря, мемная очень. Вот. Но неприятная. Как ты относишься к рэп-исполнителю Шок? Никак. Я не знаю ни одной его песни. Это вообще мимо меня. Как и в основном рэп... Вся рэп-музыка в основном мимо меня. То есть я... Я не люблю рэп. Я его не слушаю, он мне не нравится. Я... Я узнал о нем ровно столько, чтобы научиться его хорошо писать. Ну, как бы и то, я не умею писать рэп, я умею косить под человека, который умеет писать рэп. Вот. А так я... Ну, как бы, у меня нету рэперского мышления. Типа, знаете, есть вот... Вот. Я не понимаю, как некоторые рэперы пишут рэп, я не понимаю. Это получается классно, это вайбово, прям все, такой груб у них там, все интересно. Какие-то свои вот эти темы, там все такое. Я не понимаю этого. Это вообще... У меня нету вот этого участка нейронов в мозгу, который это понимает. У меня не было такой атмосферы. Я не вырос в рэпе, то есть я его не понимаю... Я не понимаю рэп. Я технически научился его писать. Технически, потому что я, ну, как бы, неплохой, с этой точки зрения, технарь. То есть я имитирую рэпера, скажем так. Я вообще... Трушным рэпером меня вообще никак не назвать. Я просто умею, умею делать вид, что я делаю, что я умею писать рэп. И все. Вот я просто умею хорошо делать вид. Что простого можно поучиться играть из твоих песен? У меня есть некоторое количество песен, которые в основном написаны типа на пару аккордов. Например, песня про Зерпина, песня про Зерпина все поется на два аккорда. Ми минор и до. Ну, это очень просто, потому что эти песни просто играются. Станция про Зерпина, 16 минут до ответа, 16 минут гробовой тишины, холодом звездного света. и все. Вот это прям гонят два аккорда всю песню. Поэтому, наверное, вот такие песни просто достаточно разучить. Игра, по-моему, и песни еще... Как она называется? Небо парафин, время парадокс. Короче, вот эта песня, она тоже на два аккорда. Я пришел поделиться и спросить вопрос, и спросить вопрос, что делать с внезапными психами и желанием вскрыться. Это не на постоянке, а спонтанно и часто. Есть три способа, как справиться с состоянием, когда все бесит и хочется вскрыться. Три вещи, которые точно помогут тебе с этим справиться. В сию минуту, в сию минуту, вот, когда есть у тебя случилось, есть три вещи, любая из которых в целом сможет помочь тебе справиться. Первая из них это алкоголь. Это плохой совет, это совет Григория Астера, но это правда. Типа, если у тебя нервы, алкоголь действительно поможет, потому что первичное первичное алкогольное опьянение связано с началом торможения коры головного мозга и с началом выброса эндорфинов. И поэтому небольшая доза алкоголик, а алкоголь действует как эйфоретик на человека. И поэтому алкоголь действительно помогает. Просто в небольших количествах. Просто многие не останавливаются потом. Вот в чем проблема алкоголизма. Алкоголь не так уж плохо, кроме того, что ну, это в любом случае нервно-паралитический яд, как ни крути. Остер, а не остер. Ладно, хорошо. Это в любом случае нервно-паралитический яд, как ни крути, но все есть яд и все есть лекарство. Поэтому небольшая доза алкоголя действительно поможет тебе снять стресс. Вторая вещь просто помогала идти в зал и просто до охуения там позаниматься. Так, чтобы я не мог дышать, когда это. Я просто лежал на полу и просто все не мог подняться и дышать. И это помогало, потому что это абсолютно забирает на себя все остальные, все остальные, все остальные ощущения на себя забирает физическая усталость. И третья вещь, которая тебе точно поможет, это секс. Наша очаровательная Рита. Привет. Сейчас я это... Я все-таки решила позвонить, поэтому зайду с вопросов, когда вспоминали Улитай. Я подумала о очередной незнакомой песне. Я вспомнила другую песню, которую я видела, по-моему, на твоем старом канале, который еще темырно назывался Катрэн. Она твоя или не твоя? Если не твоя, то чья она и как ее найти? А если твоя, то была ли она выпущена, возможно, в старых проектах или наоборот она у тебя тоже где-то завалялась? Это моя песня, достаточно старая, и кроме того, именно она будет одной из песен триптиха, которая скоро выйдет. Ребята, это был оргазм, чтобы вы знали. Вот так вот это. Вот так вот это делают музыканты. Музыканты это делают вот так. И вот так.